Безусловно, мы хотим, чтобы по каждой улице, к каждому дому Московской области подошел газ как самый дешевый, самый удобный вид энергии. Комитет Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству провел выездное заседание на тему социальной газификации в Московской области, которая сегодня является лидером в России в обеспечении населения голубым топливом. Жители благодарны за правительственные программы. Отзывы поступают положительные. Жители на самом деле очень рады того, что есть такая президентская программа, которая сегодня позволила получить бесплатно до границ земельного участка газ. Но реализация Московской области – здесь самая обширная программа на территории России. Сегодня в рамках социальной газификации подключено почти 3 миллиона абонентов, построено более 65 километров газораспределительных сетей, а объем транспорта топлива в Подмосковье составляет 16 миллиардов кубов. Только за 2022 год газ провели в 1900 домов. Президентскую программу собираются продолжить в 2023 году. То есть она реализована, но она продолжит реализовываться и в следующем году, потому что люди строятся, кто-то подал заявки на тех присоединения только что, и надо время запроектировать и подключить. Одновременно на территории Подмосковья реализуется программа губернатора Московской области Андрея Воробьева по газификации до 2030 года, по которой ежегодно подключают к топливу свыше 50 населенных пунктов. Жителям принять участие в этих программах просто. Они могут зайти на сайт Мособлгаза, они могут зайти в любой из офисов. Есть передвижные офисы. Мало того, они, зайдя туда, могут воспользоваться не только программой соцгазификации. Там 12 услуг, это начисление льгот, это регистрация дома, много-много всего. Узнать, вошел ли ваш населенный пункт в президентскую программу и уточнить сроки проведения работ, также можно на сайте Мособлгаза в разделе «Социальная газификация». Полина Толмачева, телекомпания «Одинцова».